Если есть параллелограмма, и на его сторонах нарисованы квадраты, вот один квадрат, у него центр, вот второй квадрат, и здесь вот такой вот квадрат, у него тоже центр, и здесь не конец. Доказать, что центры этих квадратов являются вершинами квадратов. Я напомню, что, ну тут возможно разные решения, идея одного решения у нас уже звучала. Идея была такая. Взять и опустить перпендикуляр из центра квадрата на сторону. И здесь то же самое. Опустить перпендикуляр. После этого, так, дальше надо было взять центр параллелограмма. Это достаточно сложно рисовать картинку, но тем не менее, надеюсь, что вы это все понимаете. Дальше соединить вот так. И, смотрите, здесь, здесь то же самое. Надо видеть треугольник вот такого типа. Интересно, способными с вами, с вот этой вершиной, и вот с таким отрезком, найти треугольник такого типа. Ну, для начала надо соединить, для начала надо их было соединить вот так вот. Дальше надо взять середину стороны, опустить перпендикуляр, здесь провести. И, ребята, если вы сейчас сумеете мне объяснить, почему вот эти два треугольника конкуренции, и почему вот этот вот угол 90 градусов, то задача тем самым будет полностью решена. Более того, я напоминаю вам, что в прошлый раз мы даже вот что делали. Мы отдельно рисовали треугольник А, В, С. Давайте я его сейчас здесь нарисую. А, В, ну, не знаю, имеет ли смысл, наверное, даже имеет, нарисовать его даже вот так вот в точку С. Не обязательно угол А, В, С, У, О. Вот здесь вот у нас есть центр, дальше здесь вот вырисовали квадрат, тоже здесь брали центр, потом брали вот эту вот точку О, это центр прониклограмма, середину отрезка А, Ц, и дальше делали вот это вот замечательное дополнительное обстроение. Смотрите, как здесь. Опустили перфетикуляр на сторону, и здесь опустили перфетикуляр на сторону. Так, здесь перфетикуляр, здесь перфетикуляр. Требуется разобраться вот с этими треугольниками. Кто объяснит, почему вот эти вот треугольники конкуренции, хорошо, равны, почему? Действительно, это же у нас середина отрезка В, Ц, поэтому вот эта вот, это половина стороны квадрата, а половина стороны квадрата равна вот этому, потому что это средняя линия квадрата. Отлично, эти отрезки равны. А эта, это половина стороны вот этого квадрата, правильно? И поэтому она, соответственно, равна вот этому отрезку, и равна вот этому. Отлично, значит, по двум сторонам уже есть. Теперь угол между ними. Как объяснить, что вот этот вот угол равен этому? Это на самом деле опять легко. Мне углы нужны, да, пожалуйста? Противоположные углы параллелограмма равны. Ну, давайте показываю, все правильно. Противоположные углы параллелограмма равны. Смотрите, вот этот вот здесь у нас углы параллелограмма, внешне это стоимость минусом, плюс девяносто. И здесь то же самое. Угол параллелограмма такой же, естественно, да, как холодный. Внешний, то есть такой же, как здесь, внешний. Плюс девяносто. Ну, девяносто и десяти, и давай все отлично. Да, треугольники конкурентны. И что дальше? Треугольники конкурентны. Теперь осталось понять, почему вот этот вот угол приводит. Ну, или на этой картине вот этой. Потому что мы доказали уже равенство вот этих вот этих. Но надо еще объяснить, почему они как девяносто градусов. Надо привести. Да. Ээээ, это у вас, вы правы, правы, это у вас так должно получиться. Вот если вы мне объясните, что здесь девяносто градусов, тогда по аналогичной причине там и там и там будет девяносто. И действительно так все получится и будет квадрат. Но надо объяснить, почему здесь девяносто. Вот посмотрите, пожалуйста, сюда. Вот у нас есть вот этот вот угол. Надо понять, почему это девяносто градусов. Подсказка. Здесь можно просто считать углы. То, что у треугольника сумма величин углов сто восемьдесят градусов. Это все знают или нет? Да. Да. Вот ничего кроме этого здесь не нужно. Можно всем послушать. Мы доказали, что вот эти вот девяносто градусов. Да. Если они как-то градусов, то соответственно, вот эти вот девяносто градусов. Ну и с чем это такое? В общем, вот эти вот все остальные градусы. Что у вас здесь? А вот это, это нечаясь какой-то. А это отрезок такой же длиной. Нет, смотрите, пока мы доказали, что это прямоугольник. Вот мы доказали, что здесь проходят два отрезка, и вот эти равны всем галереям. Это прямоугольник. Эту фигура, у которой я гадали, эти хайцы делятся на четыре равна. Прямоугольник. Интересно, почему это квадрат? Если это квадрат, то это понятно. Нет, если это квадрат, то это понятно. Но почему это квадрат? Вот пусть это не получит, это альф. Тогда понятно ли вам, что вот этот вот маленький уголочек, это и есть та самая величина альфа? Или непонятно? Посмотрите, это между длинным отрезком и двумя палочками. Здесь длинные отрезки и две палочки. Это угол альфа. Согласны? Да. Отлично. Значит, это мы знаем. Угол альфа. То же самое. Давайте вот этот угол обозначим бета. Тогда вот это вот у нас тоже бета. Замечательно. А теперь смотрим, что такое вот этот угол, который нам интересен. Это бета, острый угол параллелограмма. Бета здесь альфа, бета. Вот острый угол параллелограмма, давайте как-то обозначим гамму. Итак, нас с вами интересует величина альфа плюс бета плюс гамма. Отлично. Но давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть вот это вот замечательное место. Ребята, у нас есть вот этот вот замечательный угол. Мы его знаем. Сегодня мы мне уже объясняли, что это гамма плюс 90. Замечательно. Это гамма плюс 90. И значит, у этого треугольника сумма углов это альфа, бета и гамма плюс 90. Но, ребята, сумма углов треугольника это 180. А если сумма углов вот такого треугольника 180, и мы отнимем 90, то сколько останется? 90. Так, давайте, возвращаюсь к этому чертежу. Вы должны понимать, что вот этот вот угол он равен этому. Здесь у нас наоборот будет не сумма, а разных. Но, понимаете, посмотрите, здесь опять вот этот вот угол, это угол в треугольнике. И опять, даже самая ситуация, сумма этих 90 и острого угла параллелограмма это 180. Соответственно, когда вы посмотрите на тупой угол параллелограмм и вычтите из него эти, то у вас останется 90. Потому что угол параллелограмм это 180 минус это. То есть в любом случае и на этой картинке, и на этой, если приглядеться, все получается. Продолжение следует...